Алий да будет доволен им Аллах, который собирался в Шам, обеспокоила весть об Айше да будет доволен ею Аллах. Это вынудило правителя правоверных отменить поездку в Шам и отправиться в Басру. Поспешно выйдя в путь, чтобы догнать их, Алий да будет доволен им Аллах с войском остановился в местности Рабзад. Он узнал о том, что Айша да будет доволен ею Аллах уже прибыла в Басру и отправил им письмо с назиданием. Оттуда Алий да будет доволен им Аллах двинулся дальше и приблизился к войску Аиша, да будет доволен Её Аллах. Нашлись люди, которые старались привести их к примирению, и в результате их усилий дело шло к миру. Но тем, кто был настроен отомстить за Усмана, да будет доволен им Аллах, разговоры о примирении были не по душе. Одна группа смутьянов составила заговор и на рассвете приступила к его осуществлению. Начался неописуемый переполох, было невозможно разобраться, кто и как его начал. После рассвета переполох утих. Между обоими войсками вышел Али, да будет доволен им Аллах, и спросил, есть ли здесь Зубайр ибн Ауам. Есть, ответил тот и вышел к Али, да будет доволен им Аллах. Что заставило тебя идти против меня, о Зубайр, спросил Али, да будет доволен им Аллах. Меня заставило желание отомстить за Усмана, да будет доволен им Аллах, ответил Зубайр. Теперь выслушай меня, сказал Али, да будет доволен им Аллах, Зубайру, и напомнил ему хадисы Расуль А.С. «Разве Шафи тебе не говорил обо мне? Ты пойдешь против Али, будучи сам притеснителем?» Когда Али Асхаб да будет доволен им Аллах сказал это, тот вспомнил позабытый хадис. Также Али да будет доволен им Аллах передал Айше письмо, где написал хадисы пророка А.С. и аяты Корана, которые напоминают, что женщинам запрещено выходить из дому, они обязаны сидеть дома. Айша опомнилась, спохватились и Тальха с Зубайром да будет доволен им Аллах, сожалея о своей ошибке. Зубайр да будет доволен им Аллах покинул войско и отправился обратно в сторону Мекки. По пути он остановился в одном племени. Амр ибн Джармуз пригласил его в гости, а потом провел Зубайра да будет доволен им Аллах до ущелья под названием Хуадисабу. Когда Зубайр да будет доволен им Аллах заснул, по другой версии, находился в земном поклоне, Амр ударил Зубайра да будет доволен им Аллах и убил на месте. Затем он взял его саблю и печать и вместе с ними прибыл к Али да будет доволен им Аллах. Амр радостно сообщил Али да будет доволен им Аллах, что убил Зубайра да будет доволен им Аллах. «Тебя ждёт ад!» сказал им Али, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям, говорил, поздравьте с обретением ада человека, убившего Зубайра. Тальха, да будет доволен им Аллах, погиб от стрелы Маруана ибн Хакама. Вновь разгорелась смута, войска смешались друг с другом, и произошло ожесточенное сражение. Обе стороны понесли большие потери. У Али было 20 тысяч воинов, в книге сказано, что 2070 из них погибли. А в войске Аиши, Тальхи и Зубайра было 30 тысяч воинов. Из них погибло 16 990 человек. Зубайра, да будет доволен им Аллах, похоронили в воде Сабо, это известная могила, куда ходят люди на зиярад. Али, да будет доволен им Аллах, дал наставление Аиши, да будет доволен ее Аллах, и отправил ее обратно в Мекку в сопровождении надежных людей. А Тальху, да будет доволен им Аллах, похоронили в Басри. Говорят, там находится его могила и мечеть. Также сказано, что когда его убили, ему было 64 года. Оставив Ибн Аббаса наместником в Басри, Али, да будет доволен им Аллах, со своим войском отправился в Куфу. Лев Аллаха, Али, да будет доволен им Аллах, навел порядок в Ираке, Египте, Йемене, Персии, Харасане. Муавия оставался наместником в Шаме, и жители Шама подчинялись ему. Али, да будет доволен им Аллах, отправил к нему Джарира ибн Абдуллаха, чтобы принять его присягу. Но он отказался присягать Али, да будет доволен им Аллах, до возвращения из Палестины Амра ибн Аса. Последний прибыл в Шаме и встретился с Муавией. Их мнения сошлись, и они решили воевать против Али, да будет доволен им Аллах. С этой вестью ибн Абдуллах вернулся к Али, да будет доволен им Аллах. Али, да будет доволен им Аллах, со своим войском двинулся в Шам. Узнав об этом, Муавия вышел ему навстречу. О сражении между ними лучше не упоминать, так как не стоит заглядывать туда, где нашего понимания недостаточно. Это была смута, которую посеяли любители беспорядков, свалив вину за гибель Утмана, да будет доволен им Аллах, на Али, да будет доволен им Аллах. Говорят, что выступление с подвижников Расула, алейиссаляту, ассалям, Зубайра и Тальхи против Али, да будет доволен им Аллах, в котором они раскаялись, когда поняли, что он прав, была их ошибкой. Ошибки усердно поклоняющихся подобны удобрению для полей, они служат возвышению их степени. Грехи любимых рабов Аллаха тонут в прощении, даже если их будет так много, как пена в море. Продолжение следует...